С именем Аллаха Милостивого Милующего, Мир Благословения Посланнику Аллаха. Сегодня поговорим о немного пугающей теме, но эта тема, которой Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, уделял огромное внимание. Это тема появления даджаля, самой большой смуты в истории человечества. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, уделял этому настолько большое внимание, что он даже описал для нас внешность даджаля. Его лицо, телосложение, его речи и так далее. Все это для того, чтобы человек, увидев даджаля, сразу смог узнать его. И чем больше он будет знать о нем, тем меньше будет вероятность попасть под его влияние. На самом деле, чтобы узнать даджаля, нам было бы достаточно одного хадиса, в котором говорится о том, что между его глаз написано слово «кафир» – «неверующий». Однако пророк, саллиллаху алейхи вассалям, описал его в больших подробностях. Я вам приведу 13 качеств даджаля, которые приводятся в достоверных хадисах пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Выдуманные и слабые хадисы я не брал во внимание. Все, что я расскажу, будет основано только на достоверных хадисах. Во-первых, поговорим о глазах даджаля. Согласно хадисам, в его правом глазу есть недостаток, и в его левом глазу есть недостаток. Эта тема многих людей приводит в замешательство. Даже некоторые ученые, толковавшие эти хадисы о глазах даджаля, неправильно понимали тему. Слово «аввар» с арабского означает «недостаток». Оба глаза даджала имеют некие недостатки, слабость. Однако это не значит, что оба его глаза не видят. Одним глазом он не видит вовсе, другим глазом он видит, но и в этом глазе есть определенная слабость. Есть различные противоречия в версиях хадисов на эту тему. В одном из хадисов говорится, что один глаз его выпуклый, а в другой версии этого хадиса говорится, что он, наоборот, впалый. Поэтому многие по этому путаются. Секрет понимания прост. Каждый хадис или версия хадиса описывают разные глаза. Как же понимать эти хадисы правильно? Во-первых, надо знать, что правого глаза у него не видно, потому что он прикрыт грубой кожей. Некоторые ученые считали, что даджал как раз таки и назван, массихом, по той причине, что его глаз стерт или отсутствует. Также говорится, что его правый глаз не выпуклый и не впалый, и что нет в нем света. То есть этот глаз ничего не видит. Это то, что касается правого глаза. Левый глаз, наоборот, выпуклый, и, как говорится в одном риваяте, он подобен выпуклой виноградине. Также в хадисах говорится, что его левый глаз выпучен подобно яркой звезде. Еще говорится, подобно зеленому стеклу, то есть словно зеленый стеклянный шарик. Также пророк, саллиллаху алейхи вассалям, говорил, что левый глаз немного прикрыт грубой кожей. Все эти описания дают понять нам, насколько это будет уродливый человек. Он будет называть себя Господом, но разумный человек, видя его уродливую внешность, будет понимать, что Аллах не может иметь такой облик, не говоря о том, что Аллах не подобен никому и ничему. Если бы он был Господом и был способен решать проблемы людей, он был бы способен в первую очередь исправить свои недостатки. И все это уродство – одно из доказательств его слабости и немощи. Это все, что касалось его глаз. Дальше хадисы описывают нам его голову. В хадисе сказано «его голова подобна змеиной голове». Здесь приходит арабское слово «асала», которое обозначает определенный вид змеи. Ученые имели разные мнения относительно того, какой это вид, но многие из них говорили, что голова этой змеи больше его туловища. Надо здесь также отметить, что если арабы сравнивают голову человека со змеиной, то они имеют в виду, что его голова меньше туловища. Хадисе же имеется в виду противоположный этому смысл. Отсюда мы понимаем, что голова даджала большая, несоразмерна его туловищу. Насчет волос даджала в хадисе сказано, что они подобны ветвям дерева. Если вы видели рисунок медузы-горгоны, то скорее всего заметили, что у нее на голове вместо волос множество змей с переплетающимися телами. А волосы даджала, как сказано в другом хадисе, также очень густые, сильно переплетенные, торчащие в разные стороны. Также пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, что волосы его длинные и кучерявые, причем слово «кучерявые» он повторил три раза. Это то, что касалось волос Антихриста. Что касается цвета его тела, то в хадисе сказано, что кожа его сильно бледная. В другом же хадисе говорится, что в цвете его кожи есть небольшая краснота. Это можно объединить с тем, что в основе его кожа бледная, но когда он испытывает какие-либо сильные эмоции, она краснеет. Следующим пророк, алейхи вассаляту вассалям, описывает туловище даджала. Как говорится в хадисе, он имеет рослое, толстое туловище, но, несмотря на это, он низкого роста. Когда читаю эти хадисы, то представляю себе невысоких японских сумаистов с толстыми большими телами. Кстати, люди в этом вопросе приходят в замешательство по причине рассказа Тамима Аддари, да будет доволен им Аллах, который лично встречался с даджалем на неизвестном острове. Тамим описал его как «а'заму-инсан», то есть «самый большой человек, которого он когда-либо видел». Но это не значит, что даджаль высокий. Нет, он короткого роста, как это приходит в других хадисах, но очень толстый, широкий. Либо же слова Тамима означают то, что своим видом даджаль внушает людям страх. Также в описании Антихриста говорится, что он очень широко ставит ноги при ходьбе. Вы, возможно, видели походку очень тучных людей, как они из-за особенностей своего телосложения идут в перевалку, широко ставя ноги. Вот примерно так же и с походкой даджали. Дальше поговорим о средстве передвижения Антихриста. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, даджалю из всех средств передвижения будет дозволено ездить лишь на осле. То есть он не сможет ездить на лошади или верблюде, или на чем-либо еще, только на осле. В качестве следующего его описания пророк, алейхи саляту вассалям, назвал его «мерзость на мерзости». То есть, что бы ты ни увидел в нем, все это будет отвратительным. Его внешность, речь, повадки – мерзость на мерзости. Также сказано, что он будет бесплодным, то есть он никогда не сможет иметь детей. Одним из следующих его качеств является то, что он будет претендовать на господство, но не на пророчество. Он будет говорить людям «Я ваш Господь». А вы знаете хадис, в котором пророк, алейхи саляту вассалям, сказал «Никто из вас не увидит своего Господа, пока не умрет». Отсюда мы понимаем, что после смерти в следующей жизни мы сможем увидеть Аллаха с его дозволения. Однако в этом мире его никто не сможет увидеть. Ведь пророк, алейхи саляту вассалям, говорит, повторим еще раз хадис, «Никто из вас не увидит своего Господа, пока не умрет». Последнее и самое важное описание даджала – это надпись на лбу, между его глаз – «Куфр», или, как это приходит в другой версии, «Кафир». И чтобы люди поняли, что это именно реальная, зримая надпись, а не что-то образное, пророк, саляллаху алейхи салям, прочитал слова этой надписи по буквам «Каф», «Фа», «Ра». Пророк, алейхи саляту вассалям, сказал, у даджала не будет одного глаза, а между глаз написано «Кафир», «Неверный», после чего он произнес их по буквам «Каф», «Фа» и «Ра». И затем сказал, это сможет прочитать каждый верующий, грамотный и неграмотный. Все эти 13 качеств приходят в достоверных хадисах пророка, алейхи саляту вассалям. Кроме этого, есть также предания, в которых описаны действия даджала. Итак, подводя итог, хочу прочитать вам хадис, в котором пророк, саляллаху алейхи салям, рассказал о самых важных качествах антихриста. Пророк, алейхи саляту вассалям, сказал, не было такого пророка, который не предостерегал бы свою общину от этого кривого лыжица. Поистине он будет кривым на один глаз, тогда как ваш Господь поистине кривым не является. И еще будет начертан на межглаз антихристослова «Кафир». Пока это видео существует на просторах Ютуба, каждый, кто был причастен к выходу, получит непрерывное вознаграждение, иншаллах. Станьте и вы частью нашего даруата, пройдя по ссылке в описании. Да приумножит Аллах ваши благие деяния. И да защитит нас Аллах от смуты даджали. Вассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату.